Всем здравствуйте! Давно я не записывала беседки, сегодня захотелось бы мне записать. Почему? Потому что появилось у меня два вопроса, но мы сегодня один посмотрим, и в следующей беседке, наверное, озвучу второй. Вопрос, который мне задала в одном из комментариев Олеся, звучал следующим образом. Интересно было бы узнать, откуда приходят вещи и сны, с какого плана информация о событиях, людях появляется. И на самом ли деле можно, сейчас, может влиять на нашу жизнь, на наш выбор, те же самые наши мысли, чувства, действия, то есть могут ли они влиять, я так понимаю, своим выбором или все же уже предопределено, а мы можем только изменить свое восприятие и реакции на событийный ряд. Ну, то есть здесь несколько так вопросов, вот, но попробую по порядку. Значит, первый, сразу хочу сказать то, что я говорю, это лишь мое субъективное мнение, основанное на каких-то определенных знаниях. Это не является истиной, потому что у каждого человека есть свое восприятие, свои познания, свое видение. Поэтому я никогда не претендую на истину, а лишь на то, что где-то, может быть, когда-то я изучала, где-то, может быть, что-то практиковала на себе. То есть я всегда высказываю свою точку зрения. Вот, кому-то она может и не понравиться, да, но мне очень нравится, знаете, такой подход вообще в жизни, что все имеет место быть. То есть если появится человек и скажет абсолютно кардинально противоположное для того, что говорю я, я это тоже смогу принять как один из вариантов. Потому что жизнь, она все-таки такая достаточно многообразная и многогранная. Значит, первый вопрос, откуда приходят вещи и сны, да? От какого плана вот мы улавливаем информацию о событиях и так далее? На самом деле, как я расскажу, как это происходит у меня. Опять-таки, называть вещи и сны называются, в моем понимании, те, которые исполняются, да? То есть вы как увидели, и они вдруг случились в реальной жизни. В моей жизни такие сны всегда называются дежаву. То есть когда появляется вот это вот ощущение, да, что я когда-то это уже проживала, я неоднократно замечала, что вот эти вот дежаву в моей жизни, они появляются во снах. То есть я могу увидеть какие-то мелочи, какие-то детали, причем, знаете, какие-то, может быть, состояния, ощущения, а потом в реальной жизни, через какой-то период времени, я славливаю себя на мысли. Это может быть даже самое элементарное. Вот когда я ленту прокручиваю, у меня возникает такое ощущение, что я уже это где-то когда-то видела. То есть у меня уже когда-то такие мысли были. И поскольку я работаю со своими снами, то есть работаю в плане того, что я помню, я в них разбираюсь в своих снах и со своим бессознательным, я это неоднократно замечала, и я понимаю, что вот это вот мое доживую, это неоткуда в это появляется, а это то, что я уже видела во сне. Как правило, во сне у нас происходит загрузка информации, иногда загрузка, иногда перезагрузка, иногда, то есть то, что мы в течение дня над чем работаем, потому что во сне у нас продолжает присутствовать сознание в определенные фазы, то есть мы продолжаем мысли только немножко иначе. То есть ту информацию, которую мы получили в течение дня, мы ее должны обработать. И вот во сне у нас есть разные фазы сна. В некоторых из них у нас идет обработка той информации, поэтому мы очень часто можем видеть во снах то, что у нас происходит, то, что нас беспокоит в реальной жизни, как компенсация того, что если мы, например, не видим какого-то человека, но мы очень хотим его увидеть, во сне мы его можем увидеть, как вариант. То есть такие моменты. А иногда у нас происходит действительно загрузка той информации о нашем, возможно, линейном будущем, потому что время не имеет времени, а время не имеет времени, да? Ну, то есть оно не линейное. Вот в нашем субъективном восприятии время оно линейное. И чтобы мы как-то адаптировались постепенно к тем переменам, которые у нас происходят в жизни, а не находились в постоянном стрессе, да? Как-то более комфортно. Нам периодически подгружают какую-то информацию во сне, и мы ее воспринимаем, как-то адаптируемся постепенно. И когда нечто аналогичное происходит уже в нашей жизни, в реальной жизни, не во сне, то мы более проще воспринимаем. Это, опять-таки, не обязательно какие-то глобальные события. Это, может быть, какие-то даже детали. Вот. Поэтому есть и такой формат сна. Исходя из этого, откуда приходят вещи и сны. Опять-таки, у меня есть курс «Путь души» после физической смерти. Этот курс основан на книге Платона в девятой, то есть его работа «Государство». Она делится на девять книг. Вот в последней книге, девятой, она завершается мифом. Этот миф, он полностью посвящен тому, что происходит с душой после физической смерти. То есть, куда она идет, как она выбирает свое следующее воплощение, с кем она встречается. В общем, очень много информации, которая скрыта в формате некого такого мифа. И поскольку все в философии достаточно закодировано, увидеть непрактикующим взглядом, непонимающим, не имеющим какую-то базу информационную, достаточно сложно. Так вот, Платон в своем мифе, и на курсе я про это говорю, кто хочет его приобрести, под любым моим видео есть ссылка моей услуги, нажимаете туда и читаете, как это можно приобрести, сколько это стоит и так далее, этот курс. Он пишет, что в тот момент, когда душа входит непосредственно в человеческое тело, она проходит через некое такое поле. Вернадский, известный советский, не русский, советский, советский психолог, указывал на ноосферу. Это иначе мы еще, наверное, можем говорить, как память Земли, если так это можно сказать. Может быть, иначе это аналогично можно назвать, как хроники Акаши. То есть это некое такое энергетическое поле, в котором хранится информация. Информация абсолютно обо всем, что есть на Земле. То есть это о животных, растениях, о людях. То есть вот такая большая библиотека, условно говоря. Когда душа воплощается, она проходит через это поле, так или иначе. Так вот, если мы говорим, откуда приходят вещи сны, я бы сказала, что информацию, которую мы черпаем, так или иначе, это, скорее всего, мы ее берем через вот это вот, как это, через эти хроники Акаши, то есть через это информационно-энергетическое поле. Опять-таки, сон, он делится на несколько фаз. То есть одна из фаз, это когда мы видим очень активно именно сны. Да, я это иначе называю мультики, очень яркие, когда мы это проживаем. Но в этом все равно присутствует некое наше сознание, то есть задействуем наш ум. Внести другая фаза сна, где чистота работы ума, она приравнивается к 0,5 Гц. Это та фаза, она очень напоминает, когда человек входит в ком, в это состояние. Вот в этой фазе сна мы, по сути, не видим картинки, мы не видим образа, ничего такого не происходит, потому что не задействовано наш умственный процесс. И здесь такое ощущение, что как будто бы душа, это опять-таки моя теория, моя версия, что душа как будто бы покидает наше физическое тело. То есть та часть, которую мы называем душой, либо разумом, вот она покидает. И вот тогда, скорее всего, идет вот этот вот процесс, я так понимаю, туда, куда она идет, и оттуда она приносит какую-то информацию. Но это не состояние сна. Опять-таки, это догадки. Некоторые вещи я могу опираться на то, что я изучаю, а некоторые вещи просто приходят как-то, знаете, вот интуитивно. То есть я не могу это доказать, но у меня все-таки есть это ощущение, поэтому я это все-таки называю теорией. Потому что доказать как-то вот я это не могу. Отвечая на вопрос, откуда, да, с какого плана, ну, конечно же, с тонкого плана, я сказала, откуда, с какой части, да, это может прийти. Наши вещи и сны. Дальше. На самом ли деле мы можем влиять на нашу жизнь, на наш выбор теми самыми мыслями, чувствами и действиями. Здесь могу сказать, что можем ли мы влиять, сначала существует ли свобода выбора. Да, свобода выбора существует. Опять-таки, в той же самой книге, в том же самом мифе Платон говорит о том, что действительно существует свобода выбора, но свобода выбора заключается как раз-таки в том, в каких частотах мы будем звучать. Вот в этом заключается свобода выбора. То есть мы звучим на высоких частотах, в вибрациях, либо на низких. То есть мы высокие, соответственно, мы выбираем реакцию на какие-то ситуации, вещи людей с точки зрения добродетелей, либо мы реагируем с точки зрения пороков. То есть высокие и низкие вибрации. Ну, например, если мы начинаем как-то входить в какую-то полемику с другим человеком, все зависит от нас, будем ли мы обижаться. Это низкие вибрации, это наш выбор, на как мы будем реагировать. Либо мы реагируем с точки зрения того, что я понимаю, что это другой человек, у него есть свое мнение, оно не созвучно моему. То есть здесь мы, как-то знаете, в более гармоничном состоянии, на более высоких вибрациях реагируем спокойно. Вот в этом есть свобода выбора. В остальных вещах наша судьба, она предопределена. То есть какую роль мы будем проживать, потому что Платон это показывает с точки зрения актерского мастерства. Свобода выбора в его понимании получается как профессиональный актер, который импровизирует в своей роли. То есть там, где присутствует импровизация, это достаточно, это и есть свобода выбора, это высокие вибрации. Когда актер только новичок, он еще не имеет опыта, он проигрывает роль буквально. Это низкие вибрации. То есть он соответствует своему сценарию. То есть он буквально проживает то, что ему прописано. Актер более опытный, мастер, которому все могут аплодировать, захватывает дух. Это тот актер, который импровизирует. То есть если он забыл где-то какое-то слово, он не будет переживать. Он ставит свое, он ставит какую-то свою реплику, какой-то жест. То есть вот это является свободой выбора. Исходя из этого, можем ли мы повлиять? Конечно, мы можем. Дальше. Можем ли мы повлиять своими мыслями, чувствами, действиями на себя, либо на другого человека? Да, мы можем повлиять. Что является действие? Действие – это следствие наших мыслей. Опять-таки, что первично? Первично у нас всегда эмоция. Это наша первая реакция. Мысли, они являются вторичными. То есть первое у нас, первично появляется состояние, и вторично у нас появляются мысли. То есть что-то, допустим, мы идем по улице, либо стоим в трамвае, да, к примеру, и нам человек наступил на ногу. Первая наша реакция – это эмоции. Нам не понравилось, да, мы как-то раздражились. Дальше вторая, вторая фаза, да, у нас идет мыслительная. То есть мы начинаем как-то оценивать ситуацию. То есть вот там сволочь на ногу наступил. Кто-то может оценить по-другому. Оценка мыслительных процессов, она у нас основана на нашем воспитании, на нашей культуре, на нашем опыте. То есть то, что мы прожили, начиная с рождения до сегодняшнего момента, когда с нами что-то происходит. Вот то, что сформировало наш характер. Поэтому мысли по сути мы притягиваем к себе. Мысли притягиваются на те вибрации, опять-таки, исходя из того, что мы говорили, на которых мы звучим. То есть, если мы по жизни оптимисты, мы звучим на достаточно высоких вибрациях. И поэтому, когда нам кто-то наступает на ногу, нам это может быть неприятно, мы можем где-то улыбнуться, может быть, как-то отреагировать, но перевести эту в шутку. Вот это вот наша свобода выбора. И мысли у нас будут аналогичные, что, ну блин, куда я не пойду везде, мне кто-нибудь на ногу наступит. И у нас это вызывает, допустим, какую-то улыбку. Мы притянули эти мысли, мы притянули те мысли в соответствии с теми энергиями, с которыми мы же звучим в тот или иной момент. Поэтому, можем ли мы повлиять? Мы так или иначе все между собой взаимосвязаны. У нас примерно где-то на процентов 90 мы взаимодействуем с друг с другом невербально. И очень малая часть процентов, точно не могу сказать, чтобы не обманывать, но очень малая часть вербальна. То есть мы друг друга понимаем словесно. Но большая часть взаимодействия друг с другом, это невербальные, это жесты, это какие-то химические процессы, запахи, звуки и так далее. Поэтому, безусловно, мы друг на друга влияем. И это не значит манипуляция. Это значит, что элементарно, если ты живешь в общежитии, например, студенты живут вместе, то через какое-то время они перенимают повадки друг от друга. И это не насильственно. Точно так же, как, например, пара людей в начале, когда у них еще нету притирки, у каждого свой проявленный какой-то характер. И вот они сходятся вместе, начинают жить. Через какой-то период мы смотрим, что где-то они друг на друга похожи. Вспоминайте, сколько роликов, например, в сетях вы видите про детей, и родители пишут, вот отправила ребенка к маме на дачу, и вот она ходит, например, девочка, либо мальчик, руки за спину, как дед, либо прихрамывает, либо как-то щурится. То есть дети берут повадки своих бабушек и дедушек. То есть это влияние. Им же не говорили бабушке с дедушкой ходи так. То есть мы перенимаем так или иначе. Поэтому можем ли мы влиять? Да. И не обязательно, еще раз говорю, говори другому человеку, вот делай так, то есть манипулировать. Достаточно стать примером для другого человека. То есть другой человек решает, будет ли кто-то для меня примером, авторитетом, или нет, хочу я, или нет. То есть без собственного желания ничего не будет происходить. Но влияем ли мы друг на друга? Да, влияем. Дальше. Последний вопрос. Своим выбором или все же все уже предопределено, а мы можем только изменить свое восприятие и реакцию на событийный ряд? Я уже ответила на этот вопрос, что да, жизнь каждого человека предопределена. То есть если кому-то осуждено, например, быть, я не знаю, царем, богатым человеком, властелином, условно говоря, председателем колхоза, жизнь предопределена, но всегда есть свобода выбора, когда человек может сказать, что я отказываюсь от, например, от богатства, от того, что я буду там лидером страны либо еще что-то, но за этот отказ человек все равно будет платить. То есть, например, если жизнь его предопределена, то есть его направили на то, что он будет лидером государства, но при этом понимаешь, что я не смогу жить в соответствии с добродетелями, потому что ты не можешь управлять страной, взаимодействовать с другими людьми и при этом быть максимально честным и справедлимым. А я этого не хочу и отказываюсь, что, безусловно, от отказа человек, не то, что он пойдет и он будет у него прекрасная жизнь, нет, он будет платить, он будет, допустим, там нищета, какая-то болезнь, то есть от отказа от своей роли ты все равно будешь платить и, как правило, эта плата не всегда в позитив, но это твой выбор. С другой стороны, опять-таки, на курсе я про это говорю, так как пишет Платон, судьбу либо роль, которую человек должен проиграть в жизни, она выбирается не случайно, она выбирается на основе наших прошлых воплощений и на основе того, что нам нужно исправить в нашей карме. Карма это следствие наших действий, то есть для того, чтобы выровнять именно баланс, если где-то кого-то мы обидели, мы должны выровнять этот баланс. Это не наказание, это выравнивание. И вследствие того, что мы проживали в прошлых воплощениях, на основе этого мы какие-то уроки не прошли. И нам надо будет выровнять этот баланс. И для этого мы выбираем, а мы выбираем свою судьбу. У нас есть множество сценариев, и все зависит опять-таки от уровня развития души. Если душа мудрая, если душа знающая, то в момент выбора сценария, у нее есть возможность прочитать контракт и сказать, что с этим пунктом я не согласна, с этим пунктом я согласна, и что мы можем сделать. То есть как-то договариваться, обговаривать. Но есть души молодые, которые еще не дошли до уровня свободы выбора. Причем если человек во время жизни обучается свободе выбора, то и после его физической смерти этот навык остается у души. так вот молодые души очень торопятся воплотиться, очень торопятся прожить свою какую-то роль, не все читают контракт, вот, и к сожалению не проходят уроки, не справляются, да, то есть они в курсе, условно говоря, что у них есть свобода выбора, и они что-то могут изменить в своем контракте. Это как раз те души, о которых я говорила, да, актер еще неопытный, он буквально проживает свою жизнь, потому что он не знаком с тем, что есть свобода выбора, что я могу что-то изменить, что не обязательно буквально проживать свою роль, но при этом это всегда свобода выбора, это своего рода риск, то есть да, если я забыл какое-то слово, как актер, да, и я буду интерпретировать, в этом есть риск, либо меня закидают помидорами, либо мне будут аплодировать стоя, да, то есть вот что я сделаю, в соответствии с этим я и буду получать результат, но это свобода выбора, вот такой ответ, мне кажется, я все ответила, вот, а можем только изменить свое восприятие и реакцию, да, желательно было бы, да, чтобы мы изменяли, и как раз таки, опять-таки осознанно что-то с нами происходит, и я осознанно выбираю свое восприятие, да, в той или иной ситуации, второй вопрос, что когда нас накрывают эмоциями, то очень сложно, конечно же, вспомнить, что вот мне нужно сейчас поступать в соответствии с благодетелями, да, а не с пороками, и вот в нужный момент, конечно же, мы не вспомним, но мы обучаемся, мы научаем себя, мы работаем над своим характером до того момента, когда с нами что-то произойдет, и мы будем выбирать, то есть выбор, он, условно говоря, может произойти как будто бы на автомате, то есть, еще раз скажу, если человек всю свою жизнь работает над тем, чтобы находиться на высоких вибрациях, быть позитивным человеком, то у него уже, когда что-то происходит, он уже на автомате выбирает отношение, реакцию свою на ситуацию в более позитивном ключе, нежели в негативном, и то есть работа предшествует до того момента, а не в тот момент, вот, но в принципе мы приходим в эту жизнь для того, чтобы обучаться, да, то есть здесь у нас происходит тренировка, изучение себя, оттачивание себя, поэтому в принципе жизнь дана для, как урок, вот, и как мы проживаем, это вот исключительно наша ответственность с одной стороны, а с другой стороны, конечно же, то, когда мы выбираем свое воплощение, мы не случайно выбираем место, где мы проживаем, время, в котором мы будем проживать, роль, которую будем проигрывать своих родителей и так далее, и так далее, поэтому, когда я очень часто слышу о том, что вот у меня такие плохие родители, да, либо там еще что-то, не было нужного воспитания, ну, как правило, отсылка к негативу в детстве, это как раз показатель, как правило, говорят те души, которые еще не пришли к осознанности, Человек, который пришел к осознанности, он осознает, что та площадка в формате его родителей, его воспитание, которое давалось, она была подготовкой к тому, что предстоит прожить человеку, и вот свобода выбора краски связана с тем, что окей, раньше ты был маленьким ребенком и реагировал так, да, тебя не кормили, не поили, не давали любовь, но ты вырос, и ты это можешь получить сам, только над этим надо работать, а если я не работаю, значит, я еще веду себя по-детски, да, то есть, здесь ответственность перекладываю на других людей, не на себя, ну, это такая вот достаточно философская тема, вот, надеюсь, Олеся, я вам ответила на ваш вопрос, если у вас тоже есть вопросы, вы хотите услышать мою точку зрения, что не является истиной, еще раз скажу, а просто моим каким-то опытом, да, либо каким-то следствием моих исследований, либо знаний, я с огромным удовольствием с вами поделюсь своим мнением, вы можете написать в комментариях, а я с вами прощаюсь до следующей беседки, всем пока-пока, Субтитры сделал DimaTorzok